Направление от врача на руках. УЗИ брюшной полости. В детскую поликлинику мамы с малышами обращаются по разным вопросам. Это и прививки, первичный осмотр и, конечно же, при заболеваниях. Можем по телефону записать пациента на исследование ЭКГ и УЗИ исследования. Вот сейчас был звонок насчет записи брюшной полости, УЗИ щитовидки. Мы можем это сделать и по телефонному звонку. Записаться к врачу можно через информатор, установленный в вестибюле, у врача на повторном приеме и через интернет. Пользовались, причем неоднократно. Значит, два раза безуспешно пришлось сюда идти. Один раз нормально. Может быть, врач, то, что в терапевту записывался неудачно, а к ортопеду нашел свободное место. Буквально мне завтра идти и свободное место. Записался и без проблем. Удобно, с одной стороны. А с другой? А с другой стороны, есть нарушения некие. Какие? Люди без очереди все равно проходят. И час приходится сидеть у врача ждать. У нас еще остается нехватка кадров. Особенно нехватка кадров участковых педиатров. Нехватает нам этих талонов, которые мы выдаем в интернет и на самозапись. Во взрослой поликлинике также открыто четыре вида записи к врачам. Тем, кто еще не освоил электронную технику, помогает регистратор. Но многие жители записываются, не выходя из дома, через интернет. У нас личного кабинета. Очень удобно. Мне очень нравится. Не нужно приходить и время терять. И вообще, я считаю, это для нас одно удовольствие. Но жители должны знать, чтобы записаться к узким специалистам, необходимо иметь на руках их направление. Такие специалисты, как эндокринолог, ревматолог, гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог. Это специалисты, которым просто так человек не должен попадать. Он должен сначала прийти к участковому терапевту, провести определенное обследование, получить определенные рекомендации. И только если врач посчитает нужным, он направит на консультацию к этим специалистам. У врача в компьютере в личном кабинете отражена электронная запись каждого пациента. С талоном, где указан день и час приема. Есть только один минус, я считаю, в этом. Это для острых больных очень. Потому что приходишь, бывает талон, нет, а человек у острых больного, допустим, мало ли что. Должны быть какие-то талоны для острых больных, а так очень удобно. У нас в ближайшее время, наверное, с января месяца точно, открывается кабинет неотложной помощи, который будет находиться на первом этаже. И туда неотложные больные будут идти вне очереди и вне расписания, которое предварительно записано. В век новых технологий надо использовать возможность удобной записи к врачам. А значит, жить в ногу со временем и изучать компьютерную грамоту.